Потери за падеж птицы компенсируют. Вернуть деньги населению Минсельхоз пообещал в течение трех дней на личный счет владельцев кур. Но только при одном условии. Они должны подтвердить, что их подворье пострадало именно из-за птичьего гриппа. А вот владельцам птицефабрик еще нужно будет доказать, что они по плану вакцинировали свою живность. Пока владельцы подворья сомневаются в том, что получат поддержку от государства, чиновники в свою очередь убеждают, что без помощи они не останутся. Более того, компенсацию хозяевам кур обещают выплатить в кратчайшие сроки в течение трех дней. Всего на возмещение ущерба планируется направить почти 400 миллионов тенге. Деньги казахстанцам будут начислять на их личные счета. Ветеринарная служба Акимата предоставляет акты утилизации павшей птицы. Специально созданная комиссия при Акиматах дает для каждого региона свою среднемесячную рыночную стоимость одной головы птицы. А вот владельцам птицефабрик придется несколько сложнее. Им нужно будет доказать чиновникам, что они соблюдали все санитарные правила и вовремя проводили вакцинацию. Физические и юридические лица обязаны проводить вакцинацию поголовья. И в данном случае будут рассмотрены те меры, которые были приняты птицефабриками. Потому что они в начале года обязаны составлять план ветеринарно-профилактических мероприятий, в соответствии с которым должны предусматривать проведение вакцинации птиц против особо опасных болезней птиц. По подсчетам чиновников, в год казахстанские несушки дают больше 5 миллиардов яиц. Временный карантин из-за птичьего гриппа в Северном Казахстане дефицита не создаст. Да и спрос на продукцию останется прежним, считают в Минсельхозе. К примеру, на жителей Петропавловска падеж особого впечатления не произвел. На рынках по-прежнему бойкая торговля. Ну, всю жизнь, кушая яйца, даже когда куры болели, их надо варить долго, что крутые. Кур тоже надо долго варить. Все равно будем покупать. Больших перемен в отрасли не ожидают. И в Союзе птицеводов там заявляют, в стране достаточно собственных производителей яиц. А куриным мясом мы и до вспышки сами себя не обеспечивали. Что касается стоимости продукции, то если она и вырастет, то точно не из-за птичьего гриппа. 70% себестоимости лежит на корме. Что яйцо, что мясо. Если мы сыну поднимем, завтра Россия будет здесь. Белоруссия на западе будет здесь. Украина будет. Так что нам бы смысл поднимать цену. Ну, может быть, чуть-чуть будет, чуть-чуть, но не слишком. Точные суммы потерь, которые понесли североказахстанские предприниматели, еще предстоит подсчитать. Тем более, что карантин только ввели. Снимут его лишь через 21 день после регистрации последнего случая заражения. Дана Рожуманова, Роман Расулов и Ассылхан Семенбетов. Столичное бюро КТК.